Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим про административное и про уголовно-процессуальное задержание. Какая есть разница между этими двумя задержаниями? Какие возникают права, когда вы получаете статус подозреваемого? Когда начинает исчисляться срок вообще задержания? Итак, меня зовут Павел Тылик, я бизнес-адвокат, занимаюсь вопросами, связанными с защитой бизнеса. Как при проведении контроля за предприятиями со стороны государства, так и при уголовном преследовании предпринимателей. Итак, обо всем по порядку. Ну, как я уже сказал, задержание может быть в рамках Уголовно-процессуального кодекса, а может быть в рамках КОАП. Ну, это 27.3 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Разница между этими видами есть. Допустим, часто сотрудники ДПС сначала оформляют административное задержание, к которому они привычны. А потом оказывается, что вообще-то здесь не административное правонарушение, да, а уголовное правонарушение. То есть усматриваются признаки состава преступления. И в этом случае административное дело должно быть прекращено, и вот уже административное задержание перерастает в уголовное задержание. Так вот, если задержали в рамках административного кодекса, ну, КОАП, то срок задержания начинает исчисляться не с момента ограничения свободы, но так нам говорит КОАП, да, а с момента доставления в отделение. А вот если вас задерживают в рамках уголовно-процессуального кодекса, то в этом случае срок начинает исчисляться с момента вашего фактического задержания, с момента ограничения свободы. Так вот, важно, что если вас задержали в рамках уголовно-процессуального закона, то у вас статус подозреваемый появляется с момента задержания. И сроки задержания исчисляются с момента вашего фактического задержания, но об этом я уже сказал. И вы становитесь подозреваемым, у вас есть права, связанные с тем, что вы являетесь подозреваемым, и вот с момента фактического задержания у вас появляется статус подозреваемого со всеми правами, ну, и обязанностями, которые существуют. И с момента фактического задержания, если уже дело рассматривается в рамках УПК, у вас начинает исчисляться срок нахождения под стражей. Ну, в будущем этот срок может быть зачтен, если будет возбуждено уголовное дело, в конце концов, вас приговорят, то вот этот срок будет зачтен в срок наказания. Если будет, к примеру, это общий режим, да, то один срок нахождения в следственном изоляторе зачитывается осужденному за полтора дня нахождения в колонии общего режима. Ну, и теперь о доказательствах. Если вас задержали в рамках Кодекса об административных правонарушениях, да, и составили протоколы, и вы дали какие-то показания, эти фактические данные, которые вы дали в рамках административного задержания, не могут фактически вот просто так взять и перекочевать в материалы уголовного дела. А значит, и допросить вас должны по-новому. И здесь, так сказать, две больших разницы. То, что вы, те показания, которые вы давали в рамках АПК, не будут, так сказать, иметь значения в рамках, как вот, если бы вас допросили, или как вас допросят в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Здесь есть небольшая хитрость, когда следователь или дознаватель будет вам говорить, но вот вы же в рамках задержания, вы же уже дали показания в рамках КОАП, или вы же ранее давали совсем другие показания, а вот здесь пытаетесь нам рассказать какую-то другую историю. Вы сейчас вводите следствие в заблуждение. Как на это реагировать? Отвечаем именно так, как позволяет это сделать Уголовно-процессуальный кодекс. То есть мы можем говорить неправду, если вы подозреваемый, вы можете защищаться любыми незапрещенными законным способом, вы можете пригласить адвоката и без адвоката не давать показаний. Итак, еще раз вывод. В рамках КОАП срок задержания, он исчисляется с момента доставления вас в отделение, а если вас задержали в рамках Уголовно-процессуального кодекса, то с момента ограничения вашей свободы, когда вам пригласили пройти. Вот с этого момента начинает исчисляться срок вашего задержания. Если вас задержали в рамках КОАП, а потом правоохранители изменили свое отношение к вашему, так сказать, нарушению и хотят возбуждать уголовное дело, то, опять же, срок задержания начинает исчисляться не с момента, когда они решили, так сказать, изменить свою точку зрения на ваше деяние, а с момента, когда фактически ваша свобода была ограничена. Еще больше информации вы можете получить на моем YouTube-канале. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. У меня есть Telegram-канал. Подписывайтесь на Telegram-канал. В Telegram-канале вы можете задать несрочные вопросы, на которые я обязательно отвечу. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи и пока. С вами на связи был бизнес-адвокат Павел Тылик.